Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои. Сегодня у нас интересный, насыщенный день, я думаю, будет, потому что сегодня я хочу обязательно... Ладно, потому что сегодня у нас будет фотосессия. Да, девочка из Ростова предложила мне фотосессию. Я столько набрала вещей, целый мешок аксессуаров, мне кажется, там 10 тысяч образов. В общем, мы договаривались об одном образе, ну, о двух интересных. Но я думаю, что если мы сработаемся быстро, то мы успеем все образы разные, и роковухие, и нежные, и домашние, и яркие, и кукла, и все на свете. Но это, как всегда, набираешь, а там самые лучшие образы выберем. В общем, целый мешок я уже бросила в машину, мама остается с малышом. И, кстати, сегодня я хочу успеть потестировать круг, который мне пришел детский. Девочки, еще раз повторяю для тех, кому интересно. В общем, маленький ребенок, сейчас покажу вам круг. Вот такой круг я его уже надула, мы его еще не тестили, сегодня хочу затестить. Как я его приобрела? Короче, я его увидела, когда была в солнечном, я его увидела у одной из девушек. Маленький ребенок купается сам в детском бассейне, ну, со своей старшей сестрой. Купается, ну, без проблем, то есть никуда не переворачивается, ни вперед, ни назад. А я взяла ему тысячу, я реально взяла ему один круг, из которого он вываливается. Потом взяла ему эту жилетку, из которой он вперед, вот так вот. И все время его приходится держать. Что еще мы брали, мам? А, круг с ножками, чтобы просто ребенок. Он оттуда вываливается. Короче, ему надо что-то, чтобы он дрыгал руками, ногами. Да, это первое, что я увидела, заметила, думаю, вот класс, потому что спина у мамочек все время болит. А лето, жара, в бассейн хочется. Подошла к девушке, говорю, где вы такой круг взяли? Она говорит, да, я заказывала в интернете там и так далее. Я сразу же забила, через 3 минуты я уже сделала заказ, оформила. И мне уже на следующий день позвонили, оформили доставку в Боксбери. Да, в Боксбери я заказывала. И все, и мне уже через несколько дней пришел мой заказ. Так, оказывается, это я еще не сразу посмотрела, оказывается, это не просто круг. Это круг специально для обучения детей плавать. То есть здесь правильное положение, здесь полная инструкция, разные упражнения для того, чтобы ребенок учился плавать, правильно уже махал руками и ногами. В общем, я так поняла, что это вообще супер находка. Круг, он не просто круг еще, он очень безопасный. То есть здесь отдельных 5 камер. Раз, два, три, четыре. Да, отдельных 5 камер. То есть он по какой-то технологии весь сделанный. То есть это не просто круг, знаете, надули и надули. Здесь, то есть продумано все до мелочей. У них на сайте, я увидела, есть 3 таких круга. Это самый маленький. Он идет от 3 месяцев до 4 лет. Он красненький. Потом идет, по-моему, оранжевый цвет. Он другого. Он идет уже чуть-чуть более для старших деток. И еще следующий круг. И он вообще, кстати, сделан даже не кругом, видите. А здесь вот, здесь не круг, здесь разрез такой. В общем, качественная вещь. Ну и самое главное, мне хочется его затестить, чтобы конкретно понять, будет ребенок в нем плавать, сидеть, хорошо это нам или нет. Он фиксируется со всех сторон. То есть там животик, спинка, шейка, все это надувное. Короче, мне не терпится его, честно говоря, затестить. Сразу скажу, может быть, потом забуду. Дэн, на свой круг. Что ссылки я оставлю, где я покупала именно, вот где все это быстро делается. Ну, официальный сайт, в принципе. Называется Swim Trainer. Крошки мои, я приехала. Сейчас меня будут красить. И на меня будет фотографировать фотограф. Познакомьтесь. Ксюша меня будет красить. Вот такие клевые девочки. У нас, короче, тысяча образов. Я тут вот раскидала все свои вещи. Девчонки в шоке. Чувствую, будем несколько дней подряд сфотографироваться со всеми моими желаниями. Короче, в Инстаграме все будет. Ссылки на девчонок оставлю. Мне кажется, что пройдет сегодня все супер-упер. Девочки, смотрите, какой у меня красивый дневной мейк. Но сейчас мы будем его превращать в... Как это будет называться? Вечерний стервологический. У нас сейчас будет... Уже какой образ? Ну, не, если считать по одному макияжу, который мы немного поправляли, то это будет как второй образ. Но мы сделали много разных образов. И купальник, и кукла, и домашний. То есть вообще клево. А сейчас мы будем менять, значит, прическу. И вообще сейчас будет один из моих любимых образов, в котором я себя чувствую. Да, стервэлла, который я люблю. Короче, будем превращаться. Девочки, ну не было времени совершенно снять для вас фотосессию. Я совсем забыла, Ксюша, может быть, сняла. Ну, может, сейчас стервэллу она снимет сюда, на ютубчик немножечко. А так в Инстаграм немножко. Ну, короче, мы все в работе. Знаете, это такая вещь. Ты взял фотоаппарат, взял расческу и увлекся все. И потом уже раз. И я вот сейчас только беру это, фотоаппарат. Ксюша, кстати, вообще супер. Мне очень нравится, как делает мейки. Знаете, бывает делает человек макияж, и ты то ли себя не узнаешь, то ли что-то непонятно, кривоватое, косоглазые глаза получаются. Ну, по-разному всегда. Она все очень хорошо подчеркивает. И я прям вот вижу, что я себе очень нравилась. Это мне кажется. Инна на фоне работает, постоянно прыгает с этими фонами. Тысячу разных фонов. У нее, кстати, студия прям дома. Я вам так скажу, что в каких студиях я была, у нее здесь дома лучше, чем во многих студиях. У нее очень много всяких разных реквизитов. У нее огромная площадь, куча разных фонов. И одежда даже, я смотрю, у тебя есть там, да? Надо будет подснять, покажу. Короче, это очень клево. Я уже когда-то давно, у меня была фотосессия, уже не помню где. И я говорила о том, что очень клево, когда... А, кстати, это подружка ее, Ксюша, вот она лизажист. И они вот в тендейме работают. Это очень клево, когда человек тебе и может сфотографировать, и сразу накрасить, и сразу все в одном месте есть. Что не нужно это все организовывать долго. То есть ты приехал, сказал задачу, и тебе все сделали. Мне кажется, что это очко. Смотри, это как я пишу. Я думаю, да. Девочки мои, хочу в полной розы показать тебя. Вот это одно из образов тигра, блонди. В общем, вот мой второй мейк. Вообще огонь. Только потекнули. Лизажист все время переживает за каждую капельку. Но мы сейчас уже отфоткались. Короче, все, одеваемся, выходим. На улице духотень, боюсь туда вообще выходить. И я буду здесь ждать с нетерпением фоточки. Класс. Класс. Мы такие замученные. Все, я прощаюсь с девочками. Инусик. Увидите потом работы в инстаграме. Ксюша, визажист. Спасибо тебе большое. Очень классный мейк. В инстаграме здесь оставлю ссылочку. Приходите, смотрите, что в итоге у нас получилось. Девочки, мы залезли в машину. Мне кажется, тает весь мой мейк. И самое интересное, вы знаете, это как на улицу мы вышли как в сауну. У меня такие глаза, как у демона сейчас. На видео. Зашли в сауну. А как только присели, это, знаете, это, типа, горячие камни. Просто вообще нереально. Просто это, мне кажется, в сауне не так жестко, согласись. У нас просто Ростов. Вот это, по-моему, один минус летом, что здесь нереальная жара. Очень жарко. Хотя, кому-то нравится. Ой, как красиво на зеленом фоне-то. Короче, к 11 я приехала. Выпила только две кружки кофе. И в 4 я уехала от фотографа. Короче, девчонки, фанаты своего дела. И я, ошалевшая. Короче, мы там фоткались, фоткались. Только вышли, представь, голодная вообще. Я зашла в столовую. Кто-то спрашивал у меня просто мою любимую еду. Вот макароны и тефтельки. Свина куриные. Люблю. Это одна из моих любимых. Сейчас прям наслаждаться. Блин, у меня макияж просто течет. Вы представляете, как она жара? Я ничего не делала. Я просто забежала сейчас в свой магазин. Оттюжила немножечко розовый костюмчик. Вот этот вот. Девочки, отправляю далеко-далеко. Вот. И купальник. Купальник сейчас покажу, какой отправляю ей. Вот он. Красавец. Который с двумя трусиками я вам показывала. Так понравился, девочки. Вот. Отправляю. И без того, чтобы в бассейн. Видите, какая я ответственная. Сначала все отправить. Пожари, бегаю. Сейчас быстро запакую все. И на почту. Кстати, многие спрашивают меня. Девчонки постоянно выкладывают то посты у себя в инстаграме. То здесь что-то говорю. У меня под каждым видео есть ссылка на мой магазин. И все равно девчонки умудряются мне писать. Селеночка, мы не можем найти твой магазин. Странно. Так что, если кого-то интересует мой магазин, у меня под видео прямо написано. Мой шоурум. Прямая ссылка на инстаграм. Вы сможете посмотреть, полазить товар. Даже если вы не зарегистрированы. Это просто ссылка. И просто вы видите все это как сайт. И все. Так что, очень легко и удобно. Ай, Ксюша, наверное, если видит сейчас свой мейк. Наверное, думает, ааа, все потекло. Вся красота. И я еще так хожу и ничего не стираю. Короче, девчонки, никуда мы не пошли. Вослеем. Потому что уже было поздно. Думаю, завтра пойдем. Сейчас пошли на детскую площадку. И просто я облаконекла себе какую-то карусельку. Перевернулась через нее. Упала на спину на свой рюкзак. И там в Татарапаке ломнула каша. Просто все в этой каше. Я вся в каше. Вся липкая. Мы сейчас шли из туалета. Все по дороге капало. За нами свет оставался. Все, короче, пролилось. И вся сумка у меня вот лежит. Сейчас буду чистить. Ножопитый дно. Вот. Ноги только помыла. Кто-то там уже стоит. Деня лопится. Открывай дверь. День, подожди, надо мать помыть. Ну и что я могу сказать? Производится посадка на рейс. Мы в аэропорту. Спонтанная поездка. Путешественники. Короче, спонтанная поездка. Я долго решала. Была в подвешенном состоянии. Ехать, не ехать. В Россию приехал мой учитель. Его два года не было в России. И вообще, ну как бы, уже старенький. Привет. И болеет. И поэтому, короче, ему нужно меньше. Раньше он путешествовал все время. То есть вообще у него даже желея, по-моему, своего не было. А сейчас вот за ним следят, чтобы как можно дольше он побыл с нами, наверное. Вот. Со здоровьем плохо. Поэтому его не было два года. И вот он приехал. И в Москве лекции не будет. И будет она... У нас есть там буддийское такое пространство, огромная земля под Калугой. Вот. И там проводит он курс. Дает поучения, разные лекции. И там приехало очень много народа. Я не знаю, сколько сейчас там народа. Больше двух тысяч однозначно. Думаю, около трех даже. И я хотела туда поехать. Но дело в том, что с ребенком не очень-то комфортно. Я вовремя не забронировала места, все пропустила, чтобы жилье комфортное, с душем совсем забронировать. Конечно, все уже, скорее всего, занято. Возможно, даже и палатки в аренду не возьмешь, потому что там палаточный такой городок. Но нужно поехать туда. Поэтому планы у нас такие. В общем, я сначала думала на море ехать туда, но я понимаю, что я на море. И просто вот насколько понимаете, да, хочется увидеть, что я не могу позволить себе поехать на море, и знаю, что учитель в России, и что нужно бросить все и поехать. Взяла себе Кристину в помощь, чтобы она с малышом помогала. Мама точно бы не поехала, потому что она жару не переносит. А там... Там уже наоборот классно, ультрохладно. Здесь, не знаю, открытое пространство там под жарким солнцем. Короче, план такой. Мы взяли на самолет, прилетаем. Ну, просто буквально на следующий день. Вот вчера я взяла вечером билеты на сегодня. Мы прилетаем в Москву. Остаемся у Любашки. Берем с вечера аренду машины. И утром рано выезжаем на место наше. Вот. Кстати, у меня была земля. То, что я вам не говорила. Я ее продала. Я ее долго продавала. Вот последний раз, когда я ездила в Москву... Нет, предпоследний раз, когда я ездила в Москву, это я продавала свою землю. Тоже на один денек я ездила. Или на два. Там была у меня земля. Хотела там тоже дом построить. Но так как далековато мне ездить, я тогда жила в Москве. В общем, я эту землю продала. И, может быть, мне удастся вам показать именно то место, где было. У меня там 600 где-то было. Вот. И что еще? Я не знаю, что за приключения нас ждет. Кристине сразу сказала, Кристина, приключения. Она вообще пришла нарядная. Я вам не показала, как она пришла. На каблучках нарядная. Она не могла показать, потому что она была такая... Я говорю, мы в деревню едем. А то я открыла дверь такая вся, улыбаюсь. А я такая... Ай, Селена. У нее сразу мозги раздулись. Вот такие... Я очень злая, потому что жара и ребенка собирать. И все. Что там собирать? Ну, блин, ты такой... Ой, слышишь, вот когда будешь матерью, посмотрю на тебя. Вот она теперь вот так одета. Вроде бы так-то и секси, да, как бы. И как бы... Мать мне мать. И удобно. Я вообще в красочах. Вот она. Я, короче, малому набрала кучу шмоток. Она у меня, короче, будет самая модная. А себе взяли по одному, по два комплекта максимум. Вот. Короче, не знаю, что нас ждет. Нервяк точно ждет. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Понимаете, к чему она готовится? Вот зачем программировать себя? Да я просто знаю, что... Да потому что вот туда, в основном. Жара. Ты бываешь вот такая. Потому что жара, ребенок капризничает. Ну ты же не одна такая. Какие-то моменты. У людей все не родители, и потоотделение бывает повышенное. Но у тебя далеко не повышенное. Ты холодная. Как лед. Змея. Это мой любимый тоже у меня такой. А, игрушка такая есть. А там, короче, разные звери. И он такой, включи маму. Деньке говорит, включи маму. И он змею. Как ты? Откуда ты знаешь, что это мама? Серьезно? Получилось так? Да. А, я говорю, включи папу. И там, ммм. Не му, а что-нибудь такое. Ну да, бык такой, ммм. Я говорю, ой, а как папа тебе угадал? Угадал папу. Короче, прикольная игрушка, веселая. Ну все, короче, беру вас с собой. Я взяла с собой спасательный круг, о котором говорила. Потому что мы в бассейн так и не попали. Причем договаривались, сегодня мы должны были быть в бассейне. Но, видите, все поменялось. Возможно, если где-то я протестирую, может быть, в Москве мы куда-то в бассейн попадем. Протестирую его, я вам вставлю кадры сразу после, чтобы долго не ждали, не смотрели этот влог огромный. Он будет огромный. Ты вообще как бы в курсе, но вот куда ты едешь и что тебя ждет? Судя по тому, просто как ты выгляделась сегодня и приехала ко мне без чемодана. Без выходных ситуаций никогда не бывает, тем более она своей родиной. Мы же не на Лавуне где-то. Язык до Киева доведет, если что. А серьезности сколько в твоем лице? Пару монет есть там. Я такой серьезный, тебя еще никогда не летела. Потому что у меня, видишь, такая прическа, канделябра или как-то. Ты очень серьезно оставила. Ну, все-таки перелет на носу. На носу? Да. Ну, ладно, посмотрим, буду снимать ее в процессе. Сели, кстати, в самолет, представляете, я не помню, когда, точнее я, ехала в таком маленьком, ехала, блин, летела в таком маленьком самолетике. Я помню, что я летела за свою жизнь в самолетиках маленьких, вообще малюсеньких. А здесь два места всего, смотрите, Кристинка и я. И все, и дорога. Так прикольно. А что это? Что за самолет, я не знаю. А авиалиния? Северный ветер, по-моему. Прикол. Так удобно. Дени всегда любит вот это вот ковыряться. И я его пытаюсь уже уложить, часа два. Он не ложится, он должен был спать в час. Нет, это вот. Чего? А тебе так не пупо? Ага, компания Юг. Да нет, это реклама. Что это? Они будут чужую давать? Да северный ветер у нас. Я в случае брала. Это не будет инструкция, что они, честно, будут давать. Ну, наверное. Просто здесь вам, Кристина, говорит, что здесь Fegas Flyer. Компания EFKAR. Fegas. Тоже просто совпределение. Fegas. Да, ребят тоже. Bajik из Fegas. Я заказывала на сайте Северный ветер, Кристина. Какая-то фигня. Может быть, мы не в Москву летим, да? Может, ты в Селеновой облаках летала. Ну что, долетели мы нормально. Ничего нас не трясло. Вот там все офигенно было. Да? Офигенный самолетик. Маленький такой. И Денька единственное капризничал. Он сегодня у меня не поспал совершенно. Как я его не укладывала, не спал. И, понятно, он такой на полудреме. Спать не хочет. И, короче, капризничает. Вот. Сейчас мы едем на Алиэкспрессе, потому что он едет до Белорусской. А от Белорусской там два дома. Нам пройти до того, где живет моя Любашка. Вот. И... И... Надо будет брать в аренду машину. Короче, я вообще не представляю, как это, что делается. Вообще, короче, немножко переживаем. Еще не решили, как, что мы поедем. Чтобы не обниметься. Но я пролонирую в 5 утра вообще встать, чтобы выехать где-то в 6. С начала 7. И, в общем, да, очень... Хочу скорее туда попасть уже на место цели. Как настроение детвора? Детвора! У них настроение романтическое. Девочки, смотрите, зашла в Магнолию. Вот наш вернель с фикс-прайса, который стоит там 55 рублей, по-моему. Или 99. Но в любом случае это дешевле, чем 175. Класс! За 50 рублей. Короче, мы заказали такси на утро. Будут такси. Но пока мы собираемся, Любочка решила увлажнить все ручки и ножки. Началось все с того, что Люба взяла две хорошие маски. И говорит, классные маски. Кладет их на стол. Я говорю, а, и для лица. Я услышала. Я прихожу, начинаю смотреть на эти маски. Я говорю, а для чего ты взяла масочки? Она такая, для лица. Я говорю, ты одну маску взяла для ног, одну для рук. Она специально хотела в поездочку увлажнить свою ручку. А я говорю, ну что, руки и ноги тоже должны быть увлажнены. И поэтому она теперь вот у нас сидит. Увлажняю ноги. Я не компе, я первый раз вижу. Тебе нравится? Да. Прикольно. А руки будешь сейчас увлажнять? Хочешь, попробуй. Да у Кристинки был обзор, кстати, на вот эти ручки. А, ты вскрыла, да, уже. Давай, натягивай. Давай, давай. Она еще не это... Разрывать их надо? Да. Ну, потом сделаешь. Не течет, не откуда? Не течет. Тебе приятно ногам? Да. Очень даже. И сколько сидеть надо, да? Слушай, вот у меня дебилная привычка стала вообще. Я ни чеки не беру, ни читаю. А нам чеки как-то и не дали, и я не взяла. А, ну и как-то и не взяла. Короче, нам предложится спать. У нас на 8 утра две машины заказали на 8 утра. Машины поспешат. Ехать 200 километров. 200? Кристина предложила лечь спать у них. Можно... Пойдешь ли спать? С иночками он так вверху залезать. А ну пройдись. Ты не шмякаешь? Угу. Чуть-чуть шмякаешь. Да. Комфортненько? Вообще супер. Ну все. Я в Колумбу поеду. Вообще прикольно. Если спросят, что у тебя не увлажненное лицо, скажи, зато ноги увлажненные. Ноги. Все идет от ног. Зато ноги у меня. Откуда все растет? А ты видела ноги мои? Ноги видела? Попробуй, попробуй, какие увлажненные. Если меня спросят, говорят, ой, аж чье-то лицо не увлажненные. Нет, ноги зато ноги. Да ты ноги мои потрогай, да? Кристина что делает? Она, как всегда, прячется за столом. Мы пьем активию на ночь. Еще вот нам подарили шоколад. Кристина с грейпфрутом сейчас фоткаться будет. Подожди, подожди. Селфи с грейпфрутом будет сейчас. Увидите его в Инстаграме. Будешь фоткаться? Должишь есть. Я ж не люблю повторяться. Может, что-то борщ хочет, но я не хочу, спасибо. Борщ? Борщ. Красота. Сама готовила? Конечно. Девочки, давайте спать уже. Хватит тусить 3 часа ночи. Нам в 8 утра уезжать. Вот здесь ложись, спи прямо. Вот сюда ложись. Вот. Сплет. Люба, что случилось? Что случилось, Люба? Сошла? Так ты споткнулась или что? Нет, подскользнулась. Подскользнулась и порвался носок? Просто, наверное, ходить не надо было. Нельзя ходить в них. Пусть все девочки знают, что ходить в них нельзя. Не, можно так и споткнулась. А по что тогда споткнулась? Скользко. В них. Видишь, крем. А, ты внутри них споткнулась? Да. Вообще опасные какие-то. Может быть, она будет рельефная подружка. Теперь ты хромаешь? Хренит. Доброе утро всем. Та-да-дам. В общем, мы едем на такси уже. Оказывается, такси, которое мы заказали, это такси уже знают. Знают, куда нас везти. Так что можно ни за что не переживать. Нас доставят прямо до места назначения. С заказом такси, конечно, немножко получились у нас разные казусы. Две машины заказывали с детским креслом. Одно приехало с детским креслом, второе без детского кресла. Поэтому нам пришлось вторую машину еще заказать. И Любашка поедет за мной на другой машине. Но настроение у нее испортилось, конечно. Она уже начала сомневаться вообще ехать, не ехать. Но я думаю, что она поедет. Почему-то я так думаю. Просто часом позже, чем мы. Вот. Короче, едем и уже встретимся там, на месте. Сюрпризное место, да? Кристинка едет туда впервые. Мы же все за ней следим, да? Пока она спокойная и наши лучи гневные не принимает с утра. Снимает он. Дорогу вам снимает. Будет потом на своем канале делиться впечатлениями. Как она проехала с Мегерой и Селеной. Эти дороги. Эти дороги. Кто зевает? Наденья уже поел с утра? А, уже с утра сделала так, что я накрасила реснички, а он, короче, прыгал вокруг. И я эти все реснички просто вот так вокруг глаз у меня размазались. Я так бесилась. Скажи, и я бесился, что ты меня не обнимала из-за этого. Девчонки, я планирую вам давно снять видео с лайфхаками для детей. Очень много у меня насобиралось, но пока я его сниму, один лайфхак я вам все-таки покажу. Он случайно, спонтанно родился у меня в машине, когда малому нужны срочно были мультики. И когда нету специальных приспособлений, чтобы прикрепить наш телефон или планшет, что-то. И я это делаю вот так. Просто вот между подушечкой и здесь всегда регулируется все. И я вот ставлю сюда телефончик, и прекрасно он показывает, и малышня смотрит, радуется. А у себя я вот здесь, он у меня здесь сидит, и я его здесь ему вставляю, прекрасно все. Кресик, Норвен. Че, Ковка вешает? Да. Нравится? Да. Че, дает? Че, дает? А, пускай. Секси. В общем, мы приехали на нашу буддийскую землю. Доехали очень хорошо на такси. Причем очень быстро. Мне кажется, что три часа мы были, может, даже быстрее. Сзади меня, как видите, палаточный лагерь. Огромный. Я уже повстречала своих знакомых из Твери. Дедонька. Из Твери. Уже пообщалась с ними. Фокус. Сейчас, короче, мы сходили в туалет. Че с Кристиной? Вот смотрите, вот-вот. Я жду тебя. Вот-вот ее лицо. Готовы все тяжкие? Вот чувствую, уже недовольна. Че ты снимаешь? Че ты снимаешь? Повернула, я даже не услышала. А че ты злая, Крис? Я не злая, просто не знаю. Ты должна раствориться в коллективе, в людях, в духе. Тут столько нового коллектива, что я тут уже... Как будто не снимаешь. Редкие. Тебе должно быть недоснимание. Нет, недоснимание и до всего. Пойдемте, короче, в столовую. Или в гонку зайдем. Посмотрим. Денька вообще кайфует. Он не знает, куда вперед бежать. Он хочет каждый уголок отбежать. Что, у нас перекрестная съемка. Че ты начинаешь? Чересчур перекрестки. Здесь еще вот есть песочки. Детки играют. И грязный в рот. Ну-ка, дай маме сок. Ну, как тебе, Кристос? Меня уже опять не перерыв. Я вообще сплю. Это столовая летняя. И мы кушаем, кстати, вон нам подогнали. Офигенный. Еще одно место до Москвы сегодня. Офигенный тортик. Стою у стойки Джоксленд. Смотрите, мальчик спрятал. Все, побежал. Побежал. А ну иди сюда. Дени. Пацан вспоминает, как мама учила его бить мяч. Он нормально получил. Давай, бей сюда, Дэй. А то ты уверен, что ты. Чего, Маркусит? Патай. Мама придет сейчас скоро. Играйся. Мы тут пока смотрим за тобой. Ой, бежит. Ой, бежит. А, батарейки. По нами мальчик бежит. Привет. 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 Патай. Привет. Ударил мальчик тебя. Ну ничего страшного. Дай поглажу вот так. Дай поглажу. И поцелуй дай. Дени. Дени. На хуй. Патик. Ты кайфуешь, зай? Ты что-то готовишь там вкусненько? Ух ты. Что там готовишь? День. Глянь на маму, День. Помахай девочкам. День, помаши девочкам. День, помахай девочкам. День, помахай девочкам. И девочкам. Так вы получили, что хотели? Да. Это был блейсинг? Да. Ну расскажите ваше впечатление, эмоции, что-то есть. Он меня вот так сделал, чтобы тебе зачем-то уже получалось. Мы с Кристиной кушаем. Слушай, мне так нравится свет, здесь так прикольно, да? Необычно Кристину видеть в этой обстановке, просто я здесь уже была много раз, и я знаю эту обстановку. Что значит непривычно? Я с тобой в Горьце ездила в квартиру непривычно, я там тоже ела. И там был суп, салат. Всё было нормально, да? И даже там была... Омммм... Я не поняла, а вдруг у вас? Что? Что такое? Ну мы сидели там, свет погружается в себя, синяк. Я не помню, сейчас напомнишь мне этот момент, я просто хотела сказать, что... Да, кстати, гречечка вкусненькая, вот мы взяли такой вот... Ещё никого там нету, ещё всё закрыто, я успела урвать еду, потому что сейчас идёт лекция, идут поучения Махамудры у Оли в Гомбе, и здесь нам слышно, переводчик здесь слышно. А теперь попробуйте повторить эти лекции идут, быстро, да? Да, Кристина никак не может запомнить, ну для меня это простейшие слова, потому что я их много раз как бы и слышала, и повторяла, и знаю, как... Гомба, Махамудра, Ла Маули, Нидл... Нео! Шамарпа, Калоримпоча... А, что ещё? В общем, всё понятно. Ну вот, и Кристинка мне необычно видеть в этой атмосфере, потому что, ну, в этой обстановке, потому что я-то здесь много раз была, для меня здесь всё как бы, ну, ничего не нового, в общем-то. И людей, и куча знакомых, блин, половина одно здороваешься, с одними, со вторыми вспоминаешь какие-то ситуации, которые были, вот. Я не знаю, кто-то смотрит меня из моих друзей-буддистов, но если кто-то смотрит, знайте, что если нас что-то связывало, и мы как-то проводили интересное время, какие-то приключения, я же помню, мы приезжали на выходные, тусили, готовили там вот с Димой, с поваром. Я всё помню, я помню всех, на самом деле. Круто было вообще. Вот. Сейчас я ностальгирую. У меня короткое время здесь провести время, но я здесь кайфую реально. После того, как Оли дал блессинг, я вообще какая-то как зарядилась током. И настроение моё сразу хью. Я начну практиковать активно. Я себе сама обещаю. Просто есть вопрос в том, что надо медитировать. Здесь вопрос практики всё время, но... Когда вот этот вопрос надо, да, ты всё время находишь какие-то другие вещи, занятия, хотя я понимаю, что ничего важнее нету этого, чем развиваться и становиться граничным каким-то суперчеловеком и приносить людям, как можно больше пользы своим близким. Короче, что об этом говорить надо делать. Секретного аппетита, крошка. Ты что-то хотел сказать? Спасибо, нет. У нас начался грузовый дождь. Просто ливень. Здесь какой грохот стоит. Подкреплен только к ней. Вообще классно. Вот мои друзья. Раньше все живем в Москве. Короче, классно так. Такси обратно не закажешь вообще. Ребашка уже долго заказывает с детским креслом, машин нету. Но мы позвонили нашему водителю, который нас сюда привозил. Но он сможет только очень поздно приехать. С 11 до 12 часов. Короче, я ему сказала, наберите, когда будете свободны. Может быть, нам придется здесь остаться. Нет, нет. Уже сейчас. Кристина говорит, нет, ну мне холодно. Да мы теплые вещи найдем, где взять, если что. Ну, хотелось пока еще уехать. И вот пока мы в ожидании такси, мы с Денькой узнали, потому что все что-то хлопают, радуются, что Россия вышла в полуфинал. Денька радовался тоже. Все кричали, радовались, до сих пор кричат. Класс. Вот, слышите? Когда столько много людей, что-то делают и говорят одновременно, это всегда такая энергия. Ждем Кристину с тортиком. Че, кайф просто покричать. А Денька хлопай. Он просто чувствует все общие радости и радует. Поет. Смотрите, Кристина счастлива. Оле, 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 оле. Ну, покажи, как ты счастлива. Наши вышли в полуфинал. До слез, смотри. Нормально? Не плачь. Мы будем чемпионами. Кажется, что не было еще ни одного курса без радуги. Всегда появляется радуга. Всегда. Всегда здесь появляется радуга. Она бывает круглая. Бывало такое, что она прям вот была вот такая полная. Вот такая. Была вот такая круглая. Вот такая. Это наша местная звезда. Михаил Лузин. Встречайте. Что-то поменялось, я не пойму, что. У меня, по-моему, здесь что-то поменялось. Камера. Я подзагорела. И Кристинка. Мы сгорели прям даже. А так, по кругу вальс. Дальше. Как дольше. А так, что на счастье чувствует. А она что, Ирлочка? Что ж такое у меня с камерой? У меня почему-то таймер стоит 1, 2, 3 и все. И теперь на сенсоре ничего нет. Глаз моих не видно. Одни я смотрю, точки черные, губы, нос. Короче, мы все, мы приехали, проснулись сегодня и решили прям выйти пораньше из дома. Оставили вещи в камере хранения на Казанском вокзале. Девочки, представляете, на Ленинградском дешевле. За наш чемодан брали 250 рублей в прошлый раз и 250 за коляску. А сейчас они вообще 500 рублей за чемодан, 250 за коляску. Я говорю, да вы уже берите сразу десятку, округляете, что вы мелочитесь, 500, 1000, какая разница, это ж копейки. Я просто реально представляю, ну вот реально на 2-3 часа оставить человеку приезжему вещи, ну сразу это. Он может быть за билет за плацкарный потратил там полторы-две тысячи и половину просто чемоданы. Так что все для людей, как говорится. Так мало того, мы еще до этого камеры хранения шли с чемоданом и с коляской по лестницам. То есть никаких лифтов, ничего нету. Ужас. Сейчас мы решили пройтись до Садового кольца, у нас есть время. У нас 6 часов, в 7 почти. Уезжаем. Вот, а сейчас у нас часа 2, да? Мы идем в Адровом пешочком, здесь совсем рядом от вокзала Казанского. Денька пытается на руки попасть, а мы его пешочком. Нет, Кристина сдалась. Кристина, что сдаешься так быстро? Да потому что побыстрее к вам. Видели, какой Кристина красивый платье? Я ей говорила, не одевай молотик, я его испачкаю. Но она решила быть нарядной сегодня. Ну я тоже хотя бы светленькая такая сегодня. Ладно, пойдем. Вообще кофе надо еще попить, мы еще не до конца проснулись. Во всяком случае я. Но Кристина сказала, что тоже кофе будет, да? Посмотрим. Посмотрим. Может дойдем, поменяется еще. Сели в такое интересненькое местечко, восточное. Восточное. Мне вкуснее на кашеваре. Не знаю, как называется, не помню. Короче, мы здесь были уже с Любашкой как-то. Но мы здесь, как-то, нормально посидели. А здесь, оказывается, бизнес-ланчи есть. И такой огромный выбор. С 12 до 16. Мы как раз попали. Сейчас как следует поедим. Смотрите, как красиво. Да. Мы сели на улице, потому что на улице жара. Вот. И классно, в свежем воздухе. Тут все так вот в тенечке. Все так красиво. Уютненько очень. Прикормили голубей печеньями. Да, Дэн? Они собрались тут возле нас. Вот как их много. Голуби кругом. Дэн тоже их боится. Они так близко подходят к нему. Дэн. Дэн, смотри, как они близко подходят к нам. Летают возле нас-то. Дэн. Дэнни. Я тут. Смотри, дерутся голуби. Голубики дерутся. Он одну затрепал. Один затрепал другую. Да, это брачные игры у них. Вот, смотри. Это вот один. Он пытается затрепать всех, по-моему, девчонок. Ищет жертву. Вот он. Вот он. Они не даются им. Аккуратно, Дэн, смотри. Сейчас ветер фигачит. Я не знаю, слышно меня или нет. Но мы идем по садовому кольцу. Пешком к адрю. И столько всяких воспоминаний сейчас у меня в голове. Когда я первый раз сюда приехала. Мой первый там торговый центр, я помню. Я вот покупала все и любила ходить в торговый центр. Где-то садовая, тверская. Всякие бутики маленькие такие. Там моя первая дорогая обувь. Где-то на... Где-то на садовый, по-моему, магазин был. Малой уже хочет спать, а мы сдали коляску. Надо было ее не сдавать. Вот о чем я подумала. Ну, что ж делать. Мы уже сдали. Ну, что, привет. Ничего сказать не будешь? Нечего тебе сказать. Ты же все сказала. Я все сказала. Вышла я из торгового центра. Ничего интересного. Поэтому иду крести. Вот так сидим. Сейчас закажу себе кофейку. Ой. Чай не хочу, нет. Кофейку закажу. Пока мой спит. Что-то вообще себе ничего не нашла. Что-то вообще не кайф. Вот бывает, знаете, вот. Вроде хочешь что-то взять. А вот смотришь, и вот ничего тебе не идет вообще. Даже заходить не кайф. И вообще ощущение, что мой малыш не цепит, а я там где-то по торговому центру лазил. Какое-то неприятное. Поэтому я вернулась. И снова футбол. Короче, сидим-сидим мы спокойненько. Все замечательно. И тут как на всю включили трансляцию. Это просто. Я скорее хочу малого забрать. Теперь так это. Выгнали нас технично. Я говорю, подише, не сядет. Нет, вы что, прямая трансляция. Сейчас набежит полный зал. Все будут валить, кричать. Короче, только начало. Играет сегодня у нас Бразилия и Мексика. Мальчик уже так сидит два часа, мне кажется. Он сидит, сказала Кристина. После двухчасовой стерики. Мусей. Что-то там интересно через мусей? А что ты сосешь? Че там Кристина пшикает, я не знаю. Вот, я настроила, смотрите, основу красиво, а то авто стояло, а тут у меня режим такой, который делает чуть светлее и кожу ровнее, не буду это говорить, думаете, что я все это как прекрасно? Кстати, сегодня на вокзале меня встретила еще одна подписчица, она подбежала, говорит, можно с вами сфотографироваться, но я без проблем, как бы, отдуплила сразу, что происходит, аж настроение сразу поднялось, такая, давай, хотя мы с этими чемоданами, с Кристиной, вы все такие уставшие, такие, на нервиках все это время общались. Доброе утро, крошки, смотрите, какая лохматая, мы сегодня, кстати, неплохо так с Деней спали, единственное, жалуюсь на то, что слишком узкие кровати, нам бы пошире, Кристина вот что делает, хвостик заплетает, А я просто с утра, чем занимаемся мы с утра, я с утра в поисках молока, как всегда, в поезде нет молока, есть натуральный кофе, но, похоже, они его просто заливают кипятком, что уже очень быстро, так упадяло, очень быстро и целый стакан, да, притащили, а я, короче, тут изощряюсь, лайфхаки придумываю, решила, это, детскую смесь намешать, типа, молоко, сейчас там, подожди, Да, да я ее не показала, он мультики смотрит, короче, детскую смесь, на, сушку, на, сушку. Решила детскую смесь намешать молочка и налить туда этого кофе, в общем, такая Гэ получилось, но я пью, пью так, потягиваю, вот. Так все хорошо у нас, а, кстати, помните, я говорила, что в Ашане покупала вот эти сушки, какие-то итальянские тарали, сушки итальянские тарали, что я могу сказать, но они не особо сладкие, да, почти не сладкие, очень хорошо, такие, растворяются во рту, короче, для детей, что они не твердые, они как слоеные, что ли, какие-то, выглядят вот так. Вот, вышла они купили, они прям рассыпаются. Короче, мягкие сушки для детей. Наверное, мы уже с вами дома увидимся. Какая-то вся припухшая вся какая-то. Домой хочу. Нормальный кофе, искупаться и лечь. А еще кучу надо всего сделать. Задержка с видео, три дня такого в жизни не было. Но у меня были важные дела. Смотрите, Дэнни любит булочки. А мы с Кристиной любим. Я вообще не люблю яичницу, но с утра иногда хочется. А здесь, кстати, так красиво подали все. Да? Ты голодная? Нет, они голодные. А я все съем, да? Да. А Дэнни к яичнице не ест, но зато он любит эти булочки. Яичницу, 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 яичницу. Ну, нет, он к яичнице так. А вот булку. Домой шла. Все, приятного нам аппетита. Мы скоро приедем домой. Я, кстати, взяла, решила, вот мой лайфхак. Вместо кофе пить чай зеленый. Вот и все. Проблема нот. Вот мы приехали домой. Проснулись. Только проснулись. И я пыталась выложить вам быстренько видео. И я хотела показать, какая я, в каком я состоянии. И просто, просто, вот с этим переездом, отъездами, просто все какая-то расклеенная. Такая... Сейчас мне немножко пройдет время, и я приведу все в порядок. Короче, прекрасно провели время. И поездка была, конечно, тяжелой, длинной. Но она стоила того, как я в инстаграме уже написала. И сейчас будем приходить потихонечку в себя. Да, Дэнни? И потом вернусь к вам. Вот так вот Дэнни разговаривает с папой. Я не знаю, правильно мы его засадили туда или нет. Мы спешили. Я инструкцию забыла. Но самое главное, что с этим кругом можно учиться плавать. Ой, ты мой сладкий. Все равно мы его придерживаем сверху, потому что он вертится, блин, как юла. Сам плывет. Сам плывет. Да есть. Короче, надо еще разобраться. Покажи нам. Вот так уж так. Вот так уж так. Молодец. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok